Друзья, посмотрите, вот такая красота невероятная у меня получилась! Всем огромный привет, наши дорогие, любимые, самые лучшие подписчики и гости канала! Добро пожаловать на мой кулинарный канал! Сегодня поделюсь с вами рецептом самой крутой засолки сала. Я уверена, что так сало вы еще не солили. А также, кто еще не знаком с нами близко, приглашаем всех на семейный канал. Подсказку вы найдете вот здесь, сверху, либо внизу в описании под этим видео будет ссылка на семейный канал и на Мукбанк канал, на котором мы пробуем все наши кулинарные шедевры. Переходите, подписывайтесь, будем рады каждому из вас! Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить самое вкусное, самое нежное сало на всем белом свете. Мы начинаем! Чтобы приготовить самое вкусное в мире сало, нам потребуется кусок сала, специальное для засолки. Вот такое, посмотрите, ровное, однородное сало. Здесь у меня 600 грамм, ну минус отходы, шкурку будем удалять, полкило сала будем считать в чистом весе. Небольшой пучок зелени, у меня петрушка с укропом, можно брать абсолютно любую зелень, общим весом 50 грамм. Две маленькие луковички, общим весом 150 грамм, либо одну большую крупную луковицу. Одна столовая ложка соли, одна чайная ложка черного перца, 5-6 зубчиков чеснока, у меня общим весом получились они 20 грамм. И 70 грамм острой аджики, либо 4 чайные ложечки с горкой. Для начала нам необходимо подготовить заправку. У нас будет два вида заправки. Аджика, она уже готовая, пока ее убираем в сторону. И зелень с чесноком, их необходимо нам нарезать. Отрезаем вот эту несъедобную жесткую часть, ее в сторону, она нам не потребуется. Все остальное просто мелко нарезаем. Зелень у меня нарезана, отправляю ее в чашку, в которой буду заправлять нашу заправку. Далее при помощи чеснокодавки выдавливаю 5-6 зубчиков чеснока. Можно его нарезать ножом мелко, а можно просто выдавить через чеснокодавку. Здесь особо разницы нет. Далее из заранее подготовленной соли, здесь у меня отмерена ровно одна столовая ложка, буквально щепоточку соли. Отправляем в зелень и хорошо перемешиваем. Все, заправка из зелени у нас готова. Как видите, зелень пустила немножко сок, уменьшилась в объеме. Вот такая именно заправка нам и нужна. Пока убираем ее в сторону. Далее на очереди у нас лук. Лук необходимо нарезать. Если крупная луковица, нарезайте четверть кольцами. Я вот эту побольше луковицу нарежу четверть кольцами, а вот эту поменьше луковицы нарежу полукольцами. Лук у меня нарезан. Также убираю пока в чашку. Он нам понадобится немного позднее. И пока в сторону. Далее мы с вами займемся подготовкой сала. Сало у нас охлажденное, поэтому его легко можно будет сейчас порезать. Удаляем шкурку. Как можно более экономично это стараемся делать. Вот так. Вот так получилось отрезать кожицу. Посмотрите. Все, она нам не потребуется. Ее выкидываем. Остальной кусок сала. Смотрите, что делаем. Разрезаем сначала не до конца на полоски. Вот так. Примерно полтора сантиметра отступаю от края. И разрезаю сало, но не до конца. Дальше еще разок. Опять же не до конца. И еще разок. И опять же не до конца. Примерно через каждые полтора сантиметра. Делаем надрезы. Карманы, так сказать, такие. Далее сало разворачиваем. Смотрим, где мы делали надрезы до этого. И прям между этими надрезами разрезаем с обратной стороны. Тоже не до конца. Формируя как бы вот такие вот карманы. Опять намечаем. Смотрите, до этого с той стороны разрез был вот здесь и здесь. Соответственно, в середине намечаем. И разрезаем опять-таки не до конца. Формируя с этой стороны теперь уже карман. И так далее. То же самое намечаем, разрезаем, формируем карман. Получается с обратной стороны у нас раз, два, три, четыре надреза. Четыре кармана. А с той стороны у нас получилось три кармана. Таким образом, друзья, у нас с вами получается вот такая гармошка. Видите? Теперь вот в эту гармошку мы будем складывать с вами наши заправки. Там, где четыре кармана у нас, мы кладем аджику. Закладываем вот так, от души прям намазываем. Четыре чайные ложки аджики на четыре кармашка у нас идут. С горкой такие хорошие от души чайные ложечки аджики. И тщательно вот так с двух сторон кармашек этот промазываем аджикой. Далее складываем гармошку вот так и переворачиваем на другую сторону. А в эти кармашки мы с вами заложим зелень подготовленную. Прям ложечкой щедро закладываем зелень. Примерно зелень мы делим на три части, поскольку с этой стороны у нас три кармашка. И треть зелени закладываем в каждой из карманов. Стараемся, чтобы зелень у нас внутри легла равномерно. Равномерным, одинаковым слоем по всему кармашку. Все, друзья, готово. Все три кармашка у нас заполнены зеленью. Вот так собираем гармошку. А дальше нам необходимо хорошо сало присыпать с солью и перцем со всех сторон. Присыпаем вот так перцем. Прям вот так похлопываем. Переворачиваем. То же самое с обратной стороны. С боковинок тоже самое делаем. Прям вот так щедро посыпаем перчиком сначала. А затем с солью. Прям не жалею. Вот так. С одной стороны, с боковинок обязательно. Вот так прям придавливаем ладошкой. И с обратной стороны. С торца не забываем тоже, похлопывая ладошкой. Повторяем процедуру. И с торца, конечно же, тоже не забываем. Далее мы берем пищевую пленку. Разворачиваем. Сделим на стол. И на пищевую пленку выкладываем подушку из лука. Большую часть лука мы положим на дно, формируя луковую подушку. Далее аккуратно перекладываем кусочек наш сала на лук. Оставшийся лук размещаем на верхнюю часть сала. Все, этого будет достаточно. Далее мы вот так аккуратно заворачиваем сало в пищевую пленку. Плотно, аккуратно. С краев тоже подбираем полностью весь лук. И пищевую пленку вот так закрываем. И продолжаем заворачивать, пока полностью не будет укутано наше сало в пленку. Затем я пленку переверну. Вот так складываю ее. Продолжаю заворачивать сало. Теперь поперек. Все, пленку отрезаем. Края вот так подгибаем. Заворачиваем. И в таком виде теперь сало у нас отправляется в холодильник на трое суток. Все, через три дня покажу, что делать дальше. Итак, друзья, прошло у нас ровно трое суток. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Разворачиваем сало. Посмотрите, лук слегка порозовел. Его мы уберем. Он нам дальше уже не потребуется. Вот так ложкой счищаю лук с сала. Все, друзья, сало мы очистили от лука. Дальше надо взять нам опять пищевую пленку. Лук нам больше не понадобится. И опять заворачиваем наш кусок сала в пищевую пленку. Вот так плотненько, как в прошлый раз. Заворачиваем. Кусочек сала без лука у нас немножко похудел. Поэтому вот эти торцы тоже заворачиваются прекрасно. Поперек мотать пленкой нет необходимости. Все, и теперь этот кусочек сала у нас отправляется в морозильную камеру на сутки. Завтра покажу, что у меня получится. Итак, друзья, прошло несколько дней. Сало у нас полежало в морозилке несколько дней. Но можно меньше, можно сутки держать. Давайте развернем и посмотрим. Посмотрите, друзья, вот такой аппетитный кусочек получился. Сейчас он чуть-чуть оттает. И мы с вами его нарежем. Покажу, как он выглядит в разрезе. Друзья, посмотрите, сало лучше резать в замороженном виде. Посмотрите, какая красота. Это нечто невероятно, безумно вкусное. Все, можно резать, сервировать и подавать к столу эту вкуснятину. Друзья, посмотрите, вот такая красота невероятная у меня получилась. Это нечто. Очень аппетитно смотрится. Мы уже с Алексеем по маленькому кусочку попробовали. Это безумная вкуснятина. Подаем с черным хлебом. И сегодня у нас на обед борщ. Знаменитый борщ мамы Алексея. Ссылку на рецепт борща мы вам тоже оставим внизу в описании под этим видео. Переходите, кому интересно, готовьте вместе с нами и кушайте тоже вместе с нами. Ну а мы приглашаем вас на наш мукбанк канал пробовать эту вкуснятину. Вы только посмотрите. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова.